приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня мы чествуем удивительную икону икону божией матери через которую может быть явилась особая такая вот милость божия к нам грешному к нам может быть даже опустившимся до самых таких низов ибо пьянство алкоголизм это вот страшная низина человеческого бытия и а икона которой мы чествуем это конечно икона божией матери неупиваемая чаша вот так повелось что соблазн он бывает очень велик и не надо думать что пьянство алкоголизм это вот искушение как бы вот уже нашего времени да этот грех достаточно древний ибо дьявол древнее существо и издревле искушал людей вот то одно и то другой зависимостью и не надо думать что вот там только русские люди у всех есть такой соблазн такое искушение каждый там по-своему пьет по-своему там понемножку по или их или много у каждого свое но соблазн дьявольский он посекает людей а мы должны заботиться конечно о себе о своих родных о своем народе и вот вспоминается как святой христорадий родивый иоанн большой колпак он говорил что за пьянство придет на русскую землю смутное время и когда святой иоанн большой колпак вот он беседовал с преподобным иринархом затворником он ему так говорил что господь повелевает чтобы русские люди везде вот на от востока до запада живущие на русской земле преодолевали и отказывались от этой страсти ибо за нее за нее придут иноплеменники и будут покорять наш народ поэтому если мы хотим сохранять свободу то мы должны хранить и внутреннюю трезвенность трезвение духа и и трезвение в отношении винопития то есть не надо думать что это что-то такое вот легкое если ты начинаешь впадать в эту страсть у ты пропьешь все ты пропьешь и семью свою и счастье свое ты страну можешь пропить и тот кто слишком полюбил алкоголь он больше ничего другого любить не будет он теряет любовь к жене любовь к своим родителям любовь к своим детям тот кто слишком полюбил алкоголь тот будет служить именно алкоголю и алкоголь разрушить его и даже вот представляете в исторических таких вот судьбах нашей Родины тоже были самые страшные повороты. Ну, например, вот мы, конечно, все чтим знаменитую битву князя Дмитрия Донского на поле Куликова, но мало кто знает, что за три года до этого было другое сражение, которое вошло в историю как битва на реке Пьяни. И даже само название этой реки, конечно, ученые по-разному говорят, что то ли вот она такая вот очень извилистая, изгибистая, как вот пьяный человек, который туда-сюда шатается, но совершенно точно это название закрепилось за этой рекой в связи с тем, в общем-то, весьма позорным таким сражением, потому что наши князья ожидали нашествия вот и прихода ордынского войска, заранее подготовили, собрались возле этой реки Пьяны, а это нижегородские места, и, кстати, должен был князь Дмитрий Донской возглавить это войско, но поскольку оказалось или думали, что ордынские полчища еще не скоро придут, то святой Дмитрий вернулся в Москву, а те, которые остались, как они себя вели? Они под руководством князя, молодого еще князя Ивана Дмитриевича Суздальска-Нижегородского, и вот подумали, что ну, захватчики еще там далеко, поэтому можно, так сказать, немножко вот расслабиться, пожить в свое удовольствие, и побросали оружие, поснимали с себя доспехи, занялись кто охотой, кто рыбной ловлей, кто ловлей птиц, и начали пьянствовать и бражничать, и пили до того, что даже не выставляли караулы, и не заметили, как ордынские войска потихонечку подошли и напали на совершенно безоружные вот это вот полупьяное войско, и люди наши побежали, и кто-то был усечен мечом, а кто-то потонул в реке, вот в этой реке пьяный, сами будучи донялись пьяными, и вот так вот наши войска понесли страшнейшее поражение, а это ведь влечет за собой другие события, значит, и сразу же Рязань взяли, и в который раз уже взяли Рязань, значит, потом пошли вот мордовские полчища, но их удалось отразить, и потом, когда вот такие вот беды из-за наших же собственных страстей, то уже князья встрепенулись, и князь Дмитрий Донской тогда встречает на реке Вожи, и разбивает ханские войски, ну, а потом, конечно, и знаменитое сражение на поле Куликовом, и вот удивительно, но, к сожалению, бывает так, что вот русский человек, он во всем велик, да, он велик в добродетели, сколько удивительных святых, он велик, может быть, в воинских подвигах, в доблести велик, но и когда он падает, то и в этих падениях, к сожалению, русский человек тоже может оказаться велик, то есть вот такие вот перепады от великого к книзменному, да, от высот восхождения к духовной жизни до самых глубин, преисподней глубин греховных страстей, но зато и покаяние русского человека, оно тоже может быть весьма великим, и обращение к Богу из вот этого состояния греховно падшего тоже может оказываться сердечно глубоким и великим, и милость Господа, и милость Божией Матери оказывается тоже велики кающемуся человеку, и вот, конечно, русскому человеку всегда хочется, чтобы были такие вот святыни, которые особенно помогают, как бы у которых такое конкретное назначение, хотя мы знаем, что Господь, Он всегда услышит человека, и Божья Матерь, она всегда сострадает, она скорбит о падших таких вот страждущих людях, но самим людям важны святыни как символы, как символы особой помощи со стороны Господа, со стороны Божьей Матери, и именно вот такая икона Пресвятой Богородицы, она была дана людям. Неупиваемая чаша, на ней изображена Божья Матерь, с воздетыми вверх руками, это символ молитвы. Пресвятая Богородица, как любящая Матерь, она молится и сострадает нам, она молится Сыну Своему, и на иконе мы видим, что Спаситель, Он находится в чаше, чаша на престоле, а Спаситель в этой чаше, и Он двумя руками благословляет всех нас. И вот эта чаша на престоле, это, конечно же, указание на литургию, на чашу святого причащения, в которой мы приобщаемся самому Господу Иисусу Христу. И если душа, вот очистившись в таинстве исповеди, с глубокой решимостью расстаться с прежней греховной жизнью, приходит ко Христу, то тогда во Христе в чаше причащения и обретается неиссякаемый, неистощимый источник духовного утешения, радости и исцеления. Конечно, если мы спросим искусствоведов, они скажут, что уже много веков подобная икона существовала, она называется Никейская икона, и там было такое удивительное предание о том, что в начале 4 века город Никея был осажден врагом, его защищали. И один из полководцев по имени Константин, он, как бы отчаявшись, стал роптать на Бога и начал даже бросать камни в икону и попирать ногами икону Божией Матери. И потом в ночном видении ему явилась сама Пресвятая Богородица и сказала, что вот за то, что ты причиняешь мне такое оскорбление, ты понесешь наказание. И потом в следующем сражении, поскольку Константин вот этот не раскаялся, не принес своего покаяния, то он сам был поражен камнем и убит. Когда об этом рассказали отцам Никейского собора, то по преданию они особым образом почтили Божию Матерь и сложили молитву. «Бысь чрева твоя святая трапеза, имущая небесного хлеба, Христа Бога нашего, от него же всяк еды не умирает, якожи рече всех богородительницы питатель». То есть вот Божья Матерь, она послужила рождению Сына Божия, который в Таинстве Причащения дает нам приобщение небесному хлебу, хлебу жизни и в Таинстве Евхаристии мы причащаемся Его животворящей крови, как бы испевая из чаши, как источника жизни вечной. И вот эта икона, она в принципе была уже известна, делались ее списки. Но у нас в России она обретает совершенно новое значение. И особым образом она явлена была в 1878 году. В Тульской губернии жил отставной солдат, который получал пенсию и вроде бы должен был он заняться крестьянскими трудами. Но вместо этого запил. И он пропивал все, что у него было, и всю пенсию, и все, что дома. И настолько впал в этот страшный недуг, что у него уже стали отказывать ноги. Понимаете? То есть дошел вот уже до полного разрушения своего организма. И вот однажды, однажды ночью в сонном видении ему вдруг явился некий светлый старец, который сказал, «Иди в Серпухов, во Владычный монастырь, и там в Георгиевском храме, найди икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Отслужи перед ней молебен, и будешь здоров и душой, и телом». Вот такое было дано видение. Вот некий святой старец, еще отставной солдат, еще конечно не знает, кто он. Но уже при этом из небесного мира открывается название этой иконы «Неупиваемая чаша». А у него ноги, на тот момент он даже думал, что вообще он ходить-то не сможет, там еле-еле, и замешкал, откладывал, и вот второй, третий раз были ему такие видения, и после этого он уже отправился в путь, ну как отправился, на четвереньках. А предстояло пройти, проползти около 200 километров, и вот он сколько-то там прополз, на ночевку останавливается в одном из домов. Надо сказать, что в России вообще очень любили паломников, тех, кто путешествовали по святым местам, вот давали какие-то обеты, вот шли к святыням, и таких людей всегда принимали на ночлег, угощали их. И вот одна сердобольная бабушка приняла вот этого отставного солдата, ну видит он на четвереньках ползет, да, она его накормила, и в общем из сострадания к нему она растерла его ноги, и уже вот на следующее утро ему стало легче, потом, значит, еще на день остался, опять она ноги ему растерла, и, ну это вот сохранилось такое описание всей этой истории, и уже на следующий день он подымается на свои ноги, и в общем с двумя палками, с двумя палками опираясь на них, потихонечку шагая дальше в Серпухов, и вот в конце концов он пришел во Владычный женский монастырь в городе Серпухове, пришел, причем на нем были валенки, хотя это было лето, и стал он спрашивать у монахинь, а где здесь икона Божией Матери, неупиваемая чаша? И тут вдруг оказывается, что никто и не знает про эту икону, и друг на друга смотрят, подсказать ничего не могут. И тогда начали, в общем-то, искать, и обнаружили, что в проходе с Георгиевской церкви, вот проход вел и на колокольню, и в Ризницу, и там как раз вот висела икона Божией Матери, где изображалась чаша с богомладенцем, увидели ее, посмотрели с другой стороны, и там как раз было написано название, неупиваемая чаша. Вот так вот нашли ту икону, которой было указано видение, а после этого солдат этот, он подошел к мощам преподобного Варлама Серпуховского, и на иконе как раз узнал того святого старца, который явился ему ночью. Получается, что его призывал сам преподобный Варлаам Серпуховской. А кто такой вот этот преподобный Варлаам? Святой Варлаам, он жил в 14 веке и был келеником святителя Алексия, митрополита Московского. Однажды святитель Алексий молился, и после молитвы услышал голос Божьей Матери. «Подобает тебе построить монастырь во имя мое». И вот святитель Алексий как раз направляет своего келеника и ученика преподобного Варлама в Серпухов поставить монастырь, и вот создан был монастырь Владычный. И однажды в одном видении сам преподобный Варлам увидел, как Божья Матерь, вот там и родители ее, и Захария у храма, первосвященник Захария, тут родители и Акиме Иоанна. И Божья Матерь вводится в храм монастыря. Как бы событие введения, которое было некогда в давние времена, вот оно как бы повторяется здесь, в этом храме, потому что Божья Матерь, конечно же, благодатью своей пребывает во всех наших храмах, а кое-где она являет свое особенное благодатное присутствие, и вот она благословляет именно этот монастырь, и прошло тоже еще много веков, и в лице вот этой иконы своей, неупиваемой чаши, Пресвятая Богородица тоже явила свое особое, чудесное присутствие в Серпуховском Владычном монастыре. А что же тот солдат? Действительно ослужили молебен перед иконой Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси нас, не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве тебе, Владычица, ты нам помози, на тебе надеемся, и тобою хвалимся, да не постыдимся, и после этого молебна он почувствовал, что страсть от него отступает, и значит, потом он еще прошло какое-то время, он второй раз тоже посетил монастырь, потому что он дальше отправился в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, и на обратном пути тоже посетил монастырь, и получается так, что вот это было первое такое явное чудо исцеления, оно дано было именно во Владычном, Серпуховском монастыре, и после этого молва стала распространяться, и люди стали приходить со всех вот сторон, спешить в эту обитель, поклоняться перед иконой и обращаться к Божьей Матери, к самой Божьей Матери, которая с небес видит все наши нужды и ходатайствует за нас пред Господом, и стали служиться молебны, акафисты, и стали записываться чудеса, которые совершались, а кстати, известный наш писатель Иван Шмелев, он даже написал особую повесть, посвященную иконе Божьей Матери, неупиваемая чаша, и он описывает, как со всех сторон вот на телегах везли вот этих вот страждущих людей, которые иногда даже вот выли как звери, потому что страсть винопития, она приводит к полному безобразию человека, и вот молились о них, окропляли святой водой, помазывали святым елеем от чудотворной иконы. И, конечно же, Божья Матерь, она милует тех, кто молится от самого сердца и кто в покаяние приходит и решает исправить свою жизнь. Особый иконостас для иконы соорудил московский купец Федоров, который сам некогда страдал запоями и чудесным образом от иконы Божьей Матери получил исцеление. И вот люди со всех сторон стекались, и там было основано общество трезвости, и проводились беседы, и читались акафисты. А что касается вот самой истории о Бретине, да, то, что касается вот того солдата, то это могло уже потеряться как некое предание, но память сохраняла монахиня Елисавета, которая была участницей той событий. И вот уже спустя какое-то время она смогла вот эту историю, рассказала священномученику Иакову Бриллиантову, который служил, как священник служил во Владычном женском монастыре, и он описал эту историю. И она была опубликована в воскресном листке, и там же было помещено изображение, напечатанное изображение вот той дореволюционной иконы, и это очень выручило. Почему так? Потому что в советское время на самом деле огромный был удар нанесен по Владычному монастырю, сейчас мы скажем об этом. Но и за счет того, что священномученик Иаков Бриллиантов, он сохранил вот это вот изображение, сделал описание, удалось все это восстановить уже в конце советского строя. И также считается, что именно священномученик Иаков, он и написал Акафист в честь иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша. А потом наступают безбожные времена, стали закрываться храмы, монастыри, и чтобы спасти икону, ее перенесли в собор, в собор Николы Белого в Серпухове. И вот там, там со временем архипастырем был митрополит Мануил Лемешевский, и он старался вот поддерживать почитание иконы, неупиваемая чаша, и чтобы как-то вот ее сохранить, он благословил, и были написаны восемь списков. Но, к великому сожалению, это не помогло, потому что в 1929 году собор Николы Белого закрыли, а все святыни и все иконы, которые там были, вынесли и сожгли. И, в общем-то, после этого почитаемую икону Божьей Матери, неупиваемая чаша, никто не видел, и пришли к выводу, что она тоже была уничтожена вот этими безбожниками, сожжена при закрытии храма. Но невозможно победить Божью силу, невозможно преодолеть Божий промысел, потому что, если Господу угодно, все равно святой образ будет явлен людям. И в самом начале 1980-х годах произошла такая весьма интересная история. В Серпухове, в церкви святого пророка Илии служил иеромонах Иосиф Балабанов, а ныне он митрополит. И вот представьте себе, что как-то ему, тогда он еще повторим, был иеромонах, ему в руки попался рукописный акафист, то есть акафист, написанный от руки, и был посвящен как раз иконе Божьей Матери «Неупиваемая чаша», и он из этого акафиста понял, что это оказывается наша вот родная серпуховская святыня, и стал изучать, как-то пытался где-то найти информацию, а нигде нет. И вдруг вот в разговоре со старостой их храма узнает, что у старосты есть дома старинный такой сундук, еще бабушкин сундук, в котором древние книги, какие-то листочки, и в общем, когда там посмотрели, то как раз вот нашли вот этот воскресный листок, дореволюционный воскресный листок, в котором священномученик Иаков Бриллиантов как раз вот опубликовал описание иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», и там как раз тоже присутствовало изображение, оно напечатанное, черно-белое было изображение, но это уже много, понимаете? То есть уже на основании этого смогли воссоздать новый образ, и знаменитым иконописцем Александром Соколовым была написана новая икона «Неупиваемая чаша». Причем отец Иосиф Балабанов, ныне митрополит, владыка Иосиф, он в те дни был назначен наместником, настоятелем Высоцкого монастыря в Серпухове, и поэтому вот почитание иконы «Неупиваемая чаша» потихонечку переместилось именно в Исоцкий монастырь в Серпухове, и туда люди как раз вот тоже стали идти, и там установлены были постоянные молебные служения, акафисты, особое почитание иконы Божьей Матери. И владыка Иосиф, он благословил, чтобы совершалось также описание чудес. И если кто-то хотел поделиться своей историей, то вот было такое условие, чтобы он точно описывал свое имя и точный адрес свой оставлял, чтобы вот было четкое такое подтверждение чудес, полученных от иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». А чуть погодя возродился и Владычный монастырь, и во Владычный монастырь икону Божьей Матери «Неупиваемая чаша» уже написал иконописец Валерий Поляков, и он старался воссоздать как вот буквальный вид, вот придерживаясь вот той техники, которая была до революции. И он тоже стал почитаться как чудотворный. А вот в день праздника, в день праздника совершается такое удивительное такое крестное шествие, крестный ход, возглавляет, конечно, архипастырь, причем они выходят из Высоцкого монастыря, да, где вот особый такой центр почитания иконы Божьей Матери, и идут они к Владычному монастырю, туда, где была явлена эта икона, и там совершается торжественное моление. То есть вот эти два монастыря, они связаны друг с другом единым почитанием иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». А чудеса действительно происходят просто потрясающе. Вот один человек рассказывал, он пил уже по полтора литра в день и уже до такого состояния дошел. Один раз там с кем-то выпивал и прям на земле упал и так и уснул. И вдруг его будет кто-то, он открывает глаза и видит какая-то женщина в светлом одеянии, и она ему говорит «Что же ты на земле валяешься? Приходи ко мне в гости в Высоцкий монастырь». И значит он как пробудился, смотрит, а уже нету ее. И он не знал даже, что это за Высоцкий монастырь, где он находится. Расспрашивает потом других людей, узнает, что это Серпухов. Ну решил действительно туда отправиться. Попросил у мамы денег, мама дала, но он эти деньги правда пропил. Однако все равно решил добираться, там без билета как-то вот все-таки добрался, пришел и с трепетом таким вот зашел в обитель, подошел к иконе, и когда молился, вот у него аж слезы потекли, то есть в душе что-то открылось. С покаянием он обращался к Божьей Матери, и он услышал голос «Что же ты пьешь? Не пей больше, нехорошо». И после этого вот как какой-то переворот в душе у него произошел, так что он выходит новым человеком, да, стал вести уже такую церковную жизнь и, в общем, отошел от этого недуга. И вот удивительно, что иногда прямо вот сама Божья Матерь являлась таким людям. Еще один описывает, да, как он, он, я говорю, строители, один раз вот прямо после работы там напился, а была зима, и он уснул прямо на бетонной плите. И потом где-то в три часа ночи его тоже вот будет некая вот женщина, и она говорит «Иди домой, тебя жена ждет». И он говорит, что если бы его не разбудили, то он просто бы погиб, замерз бы. А тут вот, значит, он подымается, возвращается, и оказалось, что жена как раз молилась о нем и молилась перед иконой «Неупиваемая чаша». Вот так вот он узнал про эту икону, и потом вместе супругой поехал в монастырь, и в монастыре в обители в образе вот на этой иконе он узнает ту, которая явилась и разбудила его, поэтому он не замерз. То есть Пресвятая Богородица, она иногда удивительной просто чудеса являет, когда, казалось бы, другие люди отворачиваются от таких, да, проходят мимо пьяных, и те могут и замерзнуть, и что угодно, а вот Господь иногда их призывает, и сама Божья Матерь им является. Еще один рассказывал, как он наркотиками увлекался, и огромные дозы героин принимал, и однажды он, значит, вот достает этот шприц пластиковый с наркотиком, и вдруг говорит, у меня этот шприц прямо-то расплавился в руках, и это вот его потрясло так. Оказалось, что мама его специально ездила в Исоцкий монастырь, в обитель, молилась Божьей Матери, и каждый день на протяжении вот сорока дней читала Акафист, посвященный иконе «Неупиваемая чаша». И ее молитва принесла плоды, было такое наглядное вразумление, и сын, он исправил себя. Конечно, братья и сестры, мы не будем перечислять вот то множество чудес, которые совершаются, но смысл тут один, что Господь являет свою милость. Вот знаете, как у Достоевского в романе «Преступление, наказание», там такой вот персонаж, ну может быть несколько второстепенный, Мармеладов, чиновник, который спивается, да, и жена его трудится там, он не может себя обеспечивать, он такой весь вот уже пьяненький, но иногда в беседе он произносит удивительные слова о том, что оказывается Господь, Господь мило свою и любовь обращает абсолютно ко всем, и как бы говорит тоже, обращаясь и к пьяным, придите и вы, пьяненький, придите слабенький, ибо и вам тоже отверстоват милость моя, а почему, почему тогда, они же сами не понимают, за что к ним такая любовь, а да за то, что вы никогда не считали себя достойными этого и смирялись, да, конечно, страсть пьянства может быть самая тяжкая такая, самая опасная, лукавая, талитворная страсть, но милость Божия велика, и здесь нужно действительно смириться пред Господом и прежде всего признать, что я действительно болен, что я действительно нуждаюсь в исцелении, не говорить, что у меня все хорошо, да я нет, там потом каждый раз пропиваешь и опять, да у меня все нормально, я нет, не нуждаюсь, а именно понять, что ты нуждаешься в исцелении, а исцелить тебя может Божия благодать, да, врачи тоже помогают, стараются, но для того, чтобы обрести силы, нужно обращаться к Господу, для того, чтобы исправить себя, нужна помощь свыше, и такую помощь подает Пресвятая Богородица, для того нам дана удивительная икона, неупиваемая чаша, которая свидетельствует о том, что есть источник высших духовных сил, и Божья Матерь, она из сострадания, из любви к нам, открывает нам свои объятия, чтобы поддержать, чтобы поднять нас из этой, может быть, даже зловонной жижи, в которую мы сами опускаемся своими грехами и страстями, и самое главное, ты именно приходи, ты не бойся переступить порог храма, ты исповедуйся в своих грехах, открывай свое сердце на исповеди, проси у Господа силы и причащайся после исповеди, подготовившись, причащайся к святых христовых тайн, потому что в Господе Иисусе Христе, вот в таинстве причастия мы и обретаем источник вот этой неиссякаемой чудесной помощи, помощи благодатной и духовного утешения. А Божья Матерь, она как небесная ходатайца и заступница, всегда готова помочь, и поможет она во всем, и в наших житейских нуждах, и в наших болезнях. Вот, кстати, в описании чудес, вот нынешних чудес перед иконой неупиваемой чаши, там также есть свидетельство, что исцеляются больные раком, что исцеляются от каких-то тяжелых заболеваний, то есть не надо думать, что это вот только вот помощь при алкоголизме, еще обращаются при курении, вот наркомании. Нет, там подается любая помощь, потому что эта помощь от Господа и от Божьей Матери, а Господь не будет сужать вот наши просьбы, да, что если мы перед иконой неупиваемой чаши попросим, обратимся с какой-то иной просьбой, то Господь как бы это все отсечет. Нет, Он нас слышит, видит, любит, и Пресвятая Богородица, она, конечно же, примет любую молитвенную просьбу, которая исходит из искреннего, смиренного и кающегося сердца. И в любом храме, кстати, перед любой иконой Божьей Матери мы можем к ней обратиться, и вот эти случаи исцеления, чудес, благодатной помощи, они возможны абсолютно в любом храме. Главное не то, куда вот пойти своим телом, да, а главное, как вот раскрыть свое сердце пред Господом, и раскрыть его можно абсолютно в любом храме, потому что и там пребывает Господь своей благодатью. Помолимся Божьей Матери, чтобы она уберегала нас от впадений в эти страшные соблазны, чтобы не увлеклись мы никакой греховной страстью. Ну, а кто увлекся, у каждого из нас какая-то своя страсть, то опять-таки мы можем обрести свободу именно в Господе, и Божья Матерь, она нам помощница. Пресвятая Владычица, наша Богородица, спаси нас грешных. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok